Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет о покупках. Я решила вам все сейчас рассказать в этом году, скажем так, закрыть в этом плане год. И уже снова в год рассказывать о чем-то новом. Итак, если вам интересно видео о покупках и вам интересно, что я купила в последнее время, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, хотелось бы мне начать с косметики Спивак, о том, что я приобрела на мастер-классе в гостях у Косметик Бар. Это интернет-магазин. Обзор на косметику Спивак, который мне предоставлял Косметик Бар, вы можете посмотреть здесь или здесь, или где я прикреплю ссылку. Я просто в диком, нереальном восторге от гидрофильной плитки. У меня аромат Гавайи. Это такой аромат, он очень приятный. Знаете, из разряда вкусно пахнет, но непонятно чем, потому что действительно здесь и бергамот, и грейпфрут, и ланг-ланг. Но на самом деле очень-очень приятный, очень необычный такой свежий, сладко-цветочно-фруктовый какой-то аромат. Очень приятный. Сама плитка выглядит, на самом деле, не знаю, даже показывать вам или нет, чтобы вы не напугались. Для меня это было странно. Сейчас я открою вам. Сама плитка выглядит вот таким вот образом. Здесь еще семена мака, и очень-очень необычное ощущение. Блин, аромат просто потрясающий. Он какой-то цитрусово-цветочный, вот это слово. Итак, прежде всего, что такое гидрофильная плитка, и как я ее использую? Гидрофильная плитка это продукт для увлажнения кожи. Прежде всего, с помощью нее чисто теоретически вы можете очищать кожу от макияжа, но я вам не советую. И девочки с интернет-магазина Cosmetic Bar, которые проводили мастер-класс, тоже, наверное, не советуют так делать. Но я использую исключительно для увлажнения кожи, то есть после того, как я помылась в душе, я наношу данную гидрофильную плитку, прям плиткой провожу по телу, разношу это все аккуратно ручками, стою несколько минут в душе и смываю. После этого я не нуждаюсь ни в каком молочке, ни в какой масляной плитке, ни в чем я не нуждаюсь. Кожа моя мягкая, просто приятная на ощупь, безумно увлажненная, при этом не жирная, я могу сразу одеваться и бежать по своим делам. Очень-очень классная вещь, которая экономит время, которая прекрасно увлажняет кожу. Просто вот всем советую, я думаю, что я к Новому году приобрету еще в подарок, наверное, такие плиточки и для себя, конечно же, тоже приобрету такую плиточку с каким-нибудь другим ароматом. Далее просто потрясающий бальзам для губ, это бальзам у меня с апельсином, здесь у меня было масло эфирное апельсина сладкого. Очень приятный, потрясающий запах, именно сладких-сладких-сладких апельсинов. Не знаю, почему мне вот так захотелось очень цитрусового чего-то перед Новым годом. Потрясающая вещь, но он единственное, что очень быстро впитывается в кожу, и я его использую под помаду, потому что пока, значит, я его нанесла на губы, пока я крашусь, пока я собираюсь, он у меня впитался в губы, и я наношу сверху уже на увлажненные губы помаду. Мне он очень нравится, единственное, что он здесь, они пишут, точнее, компания Спивак пишет предупреждение, что если в составе бальзама есть эфирное масло цитрусовых, а у меня оно есть, это эфирное масло апельсина, то его не рекомендуется использовать на улице и перед выходом на улицу в солнечную погоду. То есть, девчонки, будьте аккуратнее и читайте внимательно то, что написано на упаковках. Там есть еще и с нецитрусовыми маслами, там есть с запахом ванили, с маноидой таити и другими запахами. Но вот мне так повезло, я взяла апельсин, но, честно говоря, я не жалею. Мне он нравится именно под помадой, потому что он быстро впитывается и не оставляет жирной-жирной пленки. Мне нравится. Следующая вещь, это новинка в компании Спивак, это маски для лица. У меня маска глиняная Лабель, здесь у меня содержится масло миндальное, ши, кастровое масло, глина белая, каолин, эфирное масло камфоры, лимона и парфюмерная композиция, композиция, экстракт розмарина здесь содержится. Запах, я бы сказала, знаете, я вот даже так открою, сейчас вам постараюсь описать, знаете, запах, сейчас вам скажу. У кого гастрит или у кого просто желудок болит, часто есть такая прекрасная вещь, алмагель. Противная, мерзкая и пахнет она тоже странно. Так вот, вот эта вещь пахнет этим самым алмагелем. Честно говоря, по текстуре это первая глиняная маска такого плана. То есть это примерно как стандартная глиняная маска, смешанная с гидрофильным маслом, то есть такая жирная субстанция. Вы чисто теоретически понимаете, что она глиняная, потому что она белого цвета, такого бело-серо-зеленого. Вот такой вот, то есть, скажем так, это не какая-то там масочка, такая вот очень нежная, розовенькая, которую вы наносите на лицо, которая пахнет розами. Там чуть ли не бабочки вокруг вас летают. Нет, это реально вот что-то такое достаточно специфическое. То есть она масляная, она глиняная при этом, она не высыхает никаким образом на лице, что огромный-огромный плюс. Я ненавижу, когда глина у меня на лице высыхает. Это очень вредно для кожи, когда глина у вас на лице высыхает, просто потому что она стягивает кожу и она ее деформирует. И это самый-самый прямой путь к ранним морщинам, просто наикратчайший. Итак, с этой маской у вас ничего не высыхает на лице. Далее. Она, конечно, странного цвета, но не самое страшное, что можно нанести на лицо, и не самое страшное, что наносят наши девушки на лицо. Итак, я, честно говоря, попробовала всего лишь пару раз эту маску, но она потрясающая. Просто потрясающая по своему действию, потому что она реально как-то нормализует кожу. Она увлажняет ее потрясающе, при этом она ее очень выравнивает по тону, и она очень хорошо работает с порами, и она очень хорошо работает с очищением кожи. Очень-очень мне понравилась маска, но единственное, что действительно, если вы ее берете, то готовьтесь к тому, что это не будет что-то очень вкусно пахнущее и что-то очень приятное. И не ждите того, что у вас это все застынет на лице, и как бы это несколько другой продукт, и я, честно говоря, хочу попробовать и другие маски с другими запахами, потому что поискать что-то более приятное, подходящее для себя. Потому что реально запах алмагеля мне напоминает о моих прекрасных минутах, когда у меня все болит, и алмагель это единственная вещь, которая меня спасает в этот момент. Так что мои бьюти-процедуры не должны у меня с болезнью желудка как-то ассоциироваться, но это мое личное мнение. И следующий продукт, который просто для меня какое-то дикое открытие, и я, честно говоря, еще не могу как-то это характеризовать вот так единым целым. Я думаю, что я в зимнем уходе для лица вам обязательно все это как-то так более структурировано расскажу. И следующий продукт для меня произвел какой-то необычайный фурор, просто открыл мир заново, и, наверное, в зимнем уходе о лице вы много обо мне узнаете новое. Ну, в частности, это натуральный гидролат, это цветочная вода, не роли. Здесь у меня 50 мл, он у нас стал продаваться с таким вот спрейчиком. То есть он продается запакованный, потом вы, когда уже пользуетесь, вы откручиваете крышку, вытаскиваете пробку и вкручиваете туда вот такой вот, как он называется, не дозатор, а распылитель, будет распылитель. Итак, значит, цветочная вода не роли, на самом деле она рекомендуется для чувствительной кожи, но она не рекомендуется для сухой, безвоженной кожи. Я как бы это прочитала после того, как я ее купила, я как гениальный человек такой, но, честно говоря, сказать, что она мне высушила кожу, сказать, что она мне как-то ее испортила и что-то со мной сделала не то, я не могу сказать. Эта вещь просто, скажем так, привела мою кожу к какому-то балансу, скажем так. То есть у меня сузились поры моментально, при этом у меня и перестала кожа шелушиться, она перестала быть стянутой, обезвоженной, раздраженной какой-то красной местами. То есть реально эта вещь сделала из моей чувствительной, обезвоженной, ужасной кожи, она сделала нормальную кожу. То есть я пока не знаю, как это охарактеризовать в общем и целом, я пока не знаю, что это именно вода не роли так на меня действует, или просто потому что у меня натуральный тоник сейчас, я использую ее вместо тоника, а не какой-то там химический люксовый вариант. Я не знаю, как это охарактеризовать, честно говоря, но я думаю, что я буду пробовать и потом какое-то единое мнение вам расскажу уже в видео об уходе за кожей новым. Далее как раз таки перейдем к уходу за кожей, моя новинка. Далее переходим к уходу за кожей, моя новинка среди ухода это крем от Lancome. Крем для сухой и очень сухой кожи Nutrix Royale. Очень интенсивный, питательный крем, который содержит липиды, которые я вам говорила, ни в коем случае не покупайте для своей обезвоженной кожи продукты для сухой кожи. Но нет, Маша решила попробовать и честно говоря, он мне понравился. Объясню почему, потому что крем, во-первых, он потрясающе пахнет, он пахнет цветами и медом, просто обалденный аромат. Далее он вот такой вот очень густой, белый, насыщенный. Упаковка пластиковая вся, она не тяжелая, очень красиво смотрится на туалетном столике. И что касается воздействия на мою кожу, крема, он реально, знаете, такой вот очень оживляющий. То есть вот в паре с цветочной водой эти два продукта делают мою кожу просто потрясающе этой зимой. Потому что моя кожа и увлажненная, и напитанная, и просто вот такая вот... Она очень похожа на что-то такое вот именно... Очень приятно дотрагиваться, она такая нежная, бархатная, приятная. При этом она не дает жирного блеска, она не раздраженная, она прекрасно увлажненная. Просто, не знаю, мне очень нравится действие этого крема. Он не тяжелый, он даже легче, чем последний мой крем от Clorance, который я любила нежной любовью. Это было моим единственным спасением на зиму. Это крем для очень сухой кожи, для холодного климата от Clorance из серии Multi-Gidratante. Это средство, оно более нежное, более, скажем так, менее плотный крем. Он быстрее впитывается, он не оставляет никакой пленки, очень-очень мне нравится. Далее расскажу немного о декоративных покупках. Я просто не знаю, я, конечно, наверное, человек, который... Я не знаю, зачем я сделала эту покупку, но я очень-очень хотела, очень ее ждала, очень долго думала, покупать или нет. Это кремовые тени Dolce & Gabbana. У меня оттенок, скажу, оттенок 100, далее, или Delia, как-то он так читается. Это очень-очень красивый оттенок. Он такой, знаете, коричнево-фиолетово... Он не тауповый, он именно коричнево-фиолетовый с золотыми блестками. Очень приятный оттенок, мне очень нравится. И они отличаются от кремовых теней даже из других марок люксовых, потому что они очень-очень-очень сатиновые. То есть по ощущению очень приятные, очень тонко ложатся. И, как меня заверила продавец, они стойкие. Будем смотреть, будем тестировать. Но вот даже если я вот на руке их оставила, не растушевала, они так и застынут. То есть вот все. Дальше все, это не стирается. То есть они стойкие. Мне пока что удалось сделать макияж только один раз с помощью них. Я вот как раз-таки сижу сейчас с этим макияжем. Мне понравилось использовать это как такой вот базовый цвет на веки. И действительно, сейчас уже сколько времени я сижу, снимаю видео, у меня ничего не катится, никак складки не забиваются. То есть реально очень хорошо держатся, без базы. Следующий аспект. Они очень-очень, скажем так, мне нравятся тем, что их можно с ними работать, наслаивать их, добиваться какого-то определенного оттенка. При этом они вполне себе неплохо тушуются, если успеть это сделать. Очень приятные. Мне нравится, буду с ними экспериментировать. Но на самом деле, честно, я не знала. Очень красивый оттенок. Я взяла чистый за оттенка. Я не знала, куда я их буду использовать и что я буду с ними делать. Следующее мое приобретение это прозрачный контур для губ от компании Ardeka. Честно говоря, для меня и для моей мамы дома сидели и тестировали. И это реально полный аналог контура от Dior. Единственное, что он в тюбике розовый, а тот белый. И все. Это единственная между ними разница. Работает точно так же. Помаду держит прекрасно. Единственное, что вот мне, честно говоря, пока немного непонятно именно его использование. С точки зрения того, что я привыкла свои контуры брать немного темнее, чем помады. Они, мне кажется, более интересно смотрятся, нежели на моих губах, нежели именно тон в тон. Это вариант бесцветного контура, который вообще не видно. Он элементарно просто держит помаду. Интересный вариант. Не тратьте деньги на Dior, покупайте такой вариант. Ну, за исключением того, что вы какой-то дикий фанат Dior. И вы покупаете исключительно Dior и прочий люкс. Так, если вам реально, скажем так, хочется сэкономить, не хочется тратить деньги просто зря, то возьмите себе Ardeka и вы не пожалеете. Следующий продукт, который тоже меня порадовал, он также из бюджетного сегмента. Это карандаш для бровей от L'Oreal Colorish. Значит, у меня 303 оттенок Deep Brown. Сейчас покажу. Ну, вообще, по факту оттенок очень-очень похож на оттенок, если вам видно, на тот оттенок, который у меня был в Smashbox. Он прекрасно наносится, он более сухой, чем Smashbox, конечно. Прекрасно растушевывается. У него такая вот очень даже вполне себе приятная щеточка для того, чтобы расчесывать брови. Ей вполне себе можно пользоваться. Очень приятный карандаш, мне нравится. Также я себе купила по привычке уже в L'Oreal помады. Купила 115-ю помаду, которая сейчас на скидках из старой коллекции. Это у меня Brune Actress. Actress? Actress. Также по привычке купила в L'Oreal себе помаду. Одну помаду, 115-ю Brune Actress из старой коллекции. Она сейчас по скидкам. Так что, если вы захотите этот оттенок, то я вам советую побыстрее бежать в L'Oreal и приобретать. Очень такой приятный оттенок. Ягодный, кремовый. Мне понравился оттенок. Также я увидела у кого-то из блогеров, причем не видеоблогеров, а где-то в Instagram я увидела этот оттенок. Мне он тоже понравился. Это уже новая коллекция. Нюдовый такой приятный оттенок. Вот он. Нюдово-розовый оттенок. Тоже L'Oreal. Это их новая коллекция. Камиль Фо. Это оттенок Casual Nude 204. Очень приятный, красивый оттенок. На каждый день мне он нравится. При этом помада не сушит кожу губ. Она очень такая силиконовая по ощущениям. Она не сушит кожу абсолютно губ. При этом она не подчеркивает шелушение. Очень хорошо смотрится. И очень-очень долго держится. Для помады, которая не сушит губы, которая является вроде как даже увлажняющей, очень-очень мне она понравилась. Она вроде как матовая, но я бы не назвала ее прям матовая-матовая. Просто такой очень натуральный вариант. И следующая покупка была очень бюджетная. И при этом она просто потрясающая. И очень-очень мне радостно, что в бюджетных продуктах есть такие вещи. Это подводка от Maybelline iStudio Lasting Drum. Это гелевая подводка. Держится 24 часа по заверениям производителя. Она идет вот с такой вот кистью. Очень даже приятной. Которой реально очень удобно наносить, делать стрелочки. Сегодня я делала стрелки именно с помощью этой кисти. И мне очень даже понравилось. Итак, что касается данной подводки. Встретилась я первый раз на фотосессии. Мне делали стрелки с помощью этой подводки. И меня она заинтересовала. Мне очень-очень она понравилась. И честно говоря, я сразу же побежала на следующий день буквально покупать эту подводку. Подводка держится очень хорошо. Прекрасно наносится. Очень удобно с ней работать. Мне она очень-очень нравится. И более того, я редко встречаю подводки, которые хорошо держатся на моих глазах. Она как раз-таки держится на моих глазах. И следующий продукт это крайне разрекламированный продукт на всем ютюбе. В особенности на американском. Всеми американскими блогерами этот продукт любим. Мне многие жалуются, что невозможно купить сейчас это в России. В Литуале. Потому что все расхватывается моментально. Но как-то вот я пришла, спокойно купила. Это румяна оргазм от NARS. Потрясающий розовый нежный цвет с блестками золотыми. Он очень-очень крутой. Я реально поддерживаю всех фанатов этого оттенка. Он потрясающий. Он именно для барышень с холодным оттенком кожи подойдет. И также с теплым оттенком кожи, но холодным оттенком волос. То есть, в принципе, он сам по себе это универсальный. Но вот именно для такого варианта он именно подойдет тем, что он именно имеет холодный такой оттенок сам по себе. Но при этом у него золотые блестки. Очень-очень классно смотрится, потому что вы растушевываете к вискам. И у вас получается как эффект хайлайтера дополнительный. С помощью этих золотых блесток очень красиво смотрится на коже. Потрясающий цвет. Я его использую на каждый день в ежедневных макияжах. Мне он очень нравится. Итак, это все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх. И подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, что последнее и радостные купили вы перед Новым Годом. Что понравилось из моих покупок. Что бы вы хотели попробовать. Что вы мне советуете попробовать также. И все. Всем желаю отличного новогоднего настроения. Что бы вы украшали свои дома, наряжали елочки. Всех целую. До встречи в следующих видео. Пока-пока.